Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Ну что, мои хорошие, устроим перерывчик? Перерывчик от работы с вязанием в руках, то есть вязальный перерывчик. Как вы знаете, так, вязать я буду свой гламурный бомж, сейчас опущу нитки, чтобы удобнее было, и отвечать на ваши вопросы. Вязальный перерывчик, моя рубрика «Вязальный перерывчик» отвечает за ответы на ваши вопросы. Мои дорогие друзья, вопросов снова много, я не знаю, сколько времени я этому посвящу, но я постараюсь быть краткой и постараюсь, а там как пойдет. В общем, вопросы. Первый вопрос был от Натальи Стародубовой. Оля, здравствуйте! Здравствуйте, Наталья! Расскажи мне, пожалуйста, как ты закрываешь изделие разными способами или смотришь на пряжу, как она себя поведет? Спасибо! Наталья, спасибо за вопрос. Ну, конечно же, закрытие петель, равно как и начало вязания, зависит от того, какой я хочу видеть результат. Конечно же, как ведет себя пряжа, потому что на одной пряже лучше делать закрытие, например, иглой, в другом случае, ну, в принципе, вообще, какое изделие мы вяжем. Смотрите, вот я на том, что на данный момент на спицах. Здесь у меня начало обычный наборный край. Резинка один на один. На этой пряже мне это нравится больше, чем если бы здесь был итальянский набор. Итальянский набор на такой твидовой пряже, я считаю, это плохая история. Почему я говорю про набор? Потому что, как правило, как вы набираете петли, так вы и должны делать разного вида закрытия. То есть, если здесь у вас набраны петли обычным наборным краем, то, например, при обработке горловины или при обработке рукава вы уже не будете делать итальянский набор. Хотя я иногда, вернее, итальянское закрытие, условно, да, закрытие, имитирующее промышленные изделия, значит, потому что это, ну, вроде как, некрасиво. Хотя я практикую, например, закрытие, вернее, наборный ряд, обычный, обычный наборный ряд. Здесь закрытие по горловине обычное, а вот именно закрытие по рукавам идет итальянским, не итальянским набором, а мы же закрываем закрытие иглой. То есть, здесь вообще зависит от того, что я хочу видеть на конкретного вида пряжи и на конкретном изделии. Потому что одна и та же пряжа, есть пряжа, которая ведет себя одинаково красиво при любом способе закрытия петель. Повторюсь, равно, как и открытие. Потому что как вы открыли петлю, условно, как вы начали вязание, так вы его и должны закончить. Вот. Это первое. Второе. Как я закрываю изделие? Я не взяла вторую часть этого изделия, но смотрите еще. Когда мы закрытие по рукавам, вот здесь, если будет шов, то здесь нужно смотреть, как лучше закрывать. Я стараюсь петли по плечу не закрывать, а сшивать их трикотажным швом, ну или швом по открытым петлям. Почему? Очень многие пытаются стабилизировать этот шов, вот этот шов, чтобы он не вытягивался. Я считаю, что стабилизировать этот шов нужно, наверное, только тогда, когда мы вяжем вточной рукав, чтобы вот этот шов ниже не ушел. Но и здесь. Смотрите, когда мы стабилизируем этот шов, у нас пряжа имеет какую-то эластичность. И когда мы надеваем это изделие, у нас, естественно, пряжа как-то стекает вниз, да, а вот этот шов, он будет держаться туго ровно на месте. И получится, что у вас вот это место рукава будет тянуть шов. И в этом месте всегда такая остренькая, ну, вы видели, да, так подпрыгивает как бы шов в этом месте. Для меня это очень некрасиво. У меня тоже есть пару таких изделий, наверное, на котором вот так подпрыгивает шов, но я стараюсь всегда этого избежать, перевязать, переделать, если есть возможность. Поэтому здесь, конечно, стандартного закрытия никакого нет. Я думаю, что и еще будем осваивать мы с вами целую кучу разных закрытий. Ну, в общем, думаю, что да. Я ответила на ваш вопрос. Людмила Милолика. Доброго дня. Здравствуйте, Людмила. Спасибо за перерывчик. Под него так хорошо вяжется. И дело делаешь, и полезности узнаешь. Оля, вы упомянули про шишку на руке. Вопрос актуальный. Тоже появилась такая отвязание. Она у вас прошла, и что вы для этого делали? Спасибо. Да. Она у меня прошла, эта шишка. Эта шишка называется гигрома. Вот здесь вот гигрома. Я ходила к врачам. Они мне поставили диагноз. Эта шишка была гигрома. Ее удаляют только хирургическим путем. Сейчас у меня этого шарика нет. Она прошла. Но прошла она в течение, наверное... Я даже не знаю, какого времени, потому что она прошла незаметно для меня. То есть я вам говорила, что я не могла носить тяжести в руке. У меня рука слабела от этого, скажем. Не могла ничего делать. Значит, я даже этой рукой дамскую сумочку не носила. Я носила левой рукой. Мне было очень неудобно, некомфортно. Но я привыкла и до сих пор, и сейчас. Уже прошло, наверное, лет пять, как у меня была такая проблема. И больше у меня ее не было. Но я не поднимаю тяжести правой рукой. Я всегда их беру левой. У меня здесь компьютерная мышка. Вот на таком столике. Прошу прощения, он очень старый, страшный. Но вы поняли, вот с такой шишкой. Вот. Это уже все затертость. Надо бы новую купить, но не попадая в магазин. Вот такая вот опухоль. Рука вот так лежит. Чтобы вот здесь рука вот здесь. Вот так не перегибалась. Итак, продолжаем. Нас тут немножечко пошевелили. Значит, дальше. Как вы знаете, еще раз скажу, связала собачью вот эту вот манжету. Ее я носила на работе постоянно, чтобы рука не мерзла. Потому что когда сидишь за компьютерной мышкой... Нет, компьютерную мышку я не смогу вытянуть. Хотела вам показать. То есть, во-первых, рука у меня вот так вот прямо. Вот это место не изогнуто. Вот так вот. А прямо лежит. И постоянно оно нагревается. Так как запястье это самая тонкая часть наших объемов, оно, мне кажется, быстрее переохлаждается. Поэтому вот так прогреваем собачью шерсть. Я не знаю, может, можно и другой. Но все-таки собачья шерсть считается целебной. Я полностью согласна с этим. И вот так вот. И я и сейчас часто, когда чувствую, что руки мерзнут, я хоп, вот так манжету эту надену и с ней работаю спокойненько. Она у меня так тут и висит. Даже девчонки пользуются мои. Если что-то вдруг рука заболела, берут, надевают. И мы тут у нас в кабинете, мы пользуемся одной этой штучкой. Дальше. Так что да, она у меня прошла. У них хирургического вмешательства не потребовалось. Я ее вылечила собачкой. Следующий вопрос от Галины Гордеевой. Оля, добрый вечер. Добрый вечер, Галина. Спасибо за перерывчик. Все так интересно. Много чего нового узнала. А скажите, вот вяжу лодочку. Ну, скажем так, прямоугольником сшиваю, а горлышко давит. Как сделать горловину правильно? Навязала и себе, и дочери, и внучкам. Ну, вот неудобно как-то носить. Хочется потянуть перед и вниз. Галина, у меня на канале есть видео. Видео про росток. Называется оно «Росток. Что это? Кто это? Зачем это?» По-моему, как-то так. Посмотрите, не так давно я его снимала. Полистайте у меня на канале видео, и вы на него найдете. Кстати, у меня есть плейлист. Плейлист называется «Вязальные полезности». И там вот все ролики с вязальными полезностями, туда все собраны. Поэтому можете проходить и искать там. Там тоже очень удобно. Ну, понятное дело, почему у вас так все получается. Это даже гадать не стоит. Вот вы говорите. Вы связали прямоугольником. Так, я у вас здесь спрашивала. Изделие у вас вяжется снизу вверх, сшивное. Неважно какое. Вот вы вяжете лодочку. То есть вы вяжете прямоугольник. Вот здесь его сшиваете. А вот здесь оставляете лодочку, да? Но у вас же горловина, шея-то у вас круглая. Видите? Шея-то у вас. Диаметр имеет. Она у вас не прямоугольник. А вы здесь делаете, как бы, отверстие-то у вас вообще прямое. Вот так вот. Ну, прямоугольничком, скажем, да? А вам же его нужно делать вот такое. Лодочка, она тоже имеет углубление. И она имеет углубление тоже сантиметров 10, как минимум. Вот по этой центральной части. Вот отсюда и вот досюда тоже должно быть не меньше, не меньше. У каждого это будет своя цифра. Не меньше 10 высота. И вот так вот мы делаем лодочкой. Что такое вырез лодочка? Вырез лодочка, он достаточно глубокий. Я считаю, вот бюстгальтер у нас есть на плечах. И вот от лямки бюстгальтера и до лямки бюстгальтера. Вот такая ширина. То есть не вот такая, вот так, а вот такая и тоже такая же глубокая. Вот это и есть вырез лодочка. А не то, что вы по прямой закрыли и все сшили. У вас, конечно, у вас будет тянуть. У вас будет и перед тянуть, и шею, и спинку будет тянуть. И вам будет очень некомфортно в таком изделии. Вы ничего страшного нет, вы учитесь. И я считаю, что, ну, вязали вы до этого вот так, а теперь вы будете вязать по-другому. Больше таких вот ошибок не совершите, но я вам очень не рекомендую вязать прямоугольниками изделия. Во-первых, во-первых, чтобы изделие красиво село, вам еще нужно и сквоз плеча вывязать. Вот так вот. Сквоз плеча, он тоже нужен. Если вы его не вывяжете, то вот здесь вот в подмышках, вот тут, у вас будут вот такие вот торчать. Не просто складки. Складки у нас иногда есть, и они красивые, они ложатся. А у вас вот будут вот такие фонари, вот так пузырь будет, топорщица. Это тоже не есть хорошо. А это от того, что вы не провязали или неправильно высчитали ваш сквоз плеча. У каждого сквоз плеча он разный. Есть плечи более высокие, есть более низкие, есть крутые по-апологии вот такие вот. Есть прямые. И мы все разные. Поэтому надо изучать свою анатомию и вязать по-правильному. Ну, стараться это делать. Ничего страшного, что вы пока еще этого не знали. А вообще я вам очень настоятельно рекомендую посмотреть тот ролик, который вот как раз про вырез горловины. И там я рассказываю, что такое росток и зачем его вывязывать. А вы не вывязываете ни ростка, ни углубления, ни по переду углубления, ни по спинке. А вы встаньте вот так вот боком. Посмотрите, как у вас здесь шея. Как она у вас вот, если вы ее прямо, вы просто туда прямо. Ну, я не знаю, как можно связать два прямоугольника. И, конечно, никогда прямоугольники никогда не сядут на нашу фигуру. Ну, вот как-то так. Если это не оверсайзеры разные и вообще, ну, любые оверсайзы, все равно надо делать углубления по горловине всегда. Независимо от того, какое это изделие. Реглан, реглан-погон или шивное, вточной рукав, спущенная линия проймы. Не важно, какой вырез, лодочка, каре или V-образный, или полукруглый, красивый, ну, просто полукруглый. Не важно, какой вырез. Вырез горловины должен быть всегда. Вот эта высота у вас всегда должна быть. Ну, я думаю, что я понятно объяснила. И обязательно посмотрите тот ролик про росток. Он действительно, там много важной информации. Показываю все, можно сказать, как всегда, на пальцах. Следующий вопрос, Татьяна Конина. Ольга, доброе утро. Доброе утро, Татьяна. Скажите, пожалуйста, вы вяжете с мотка или перематываете в клубок? Татьяна, спасибо большое за вопрос. Ну, вообще, это зависит от того, как смотан клубок. Удобно ли с него вязать, не разматывая пряжу. То есть, вот, я люблю, когда я вяжу, чтобы я ниточку подтягиваю, мне ничего не мешало. А некоторые клубки, они смотанно бывают так, что, когда ты вяжешь, у тебя он прыгает, всяко-разно скачет. У тебя как бы дергается нитка. Вот сейчас она у меня, видите, нормально, ровно идет, я ее вытягиваю. А иногда там клубок подпрыгивает, и ты чувствуешь напряжение в руке. Тебе постоянно приходится его подергивать. А это, я не люблю это делать. Я стараюсь заниматься просто любимым делом и не делать ненужных вещей. Вот, поэтому, если мне неудобно работать в мотке, например, мне неудобно работать в мотках, вот, например, Alize Lana Gold, Alize Lana Gold Fine, Alize Lana Gold 800. Вот так вот, как моток смотан, мне неудобно. Можно там изнутри ниточку достать, но, как правило, ее очень сложно найти. Но все равно, когда я сматываю клубок, я всегда снизу, изнутри ниточку вывожу. И перематываю на такие, ну, у меня есть размотка, но не важно, можно и вручную мотать клубочки. В общем, я перематываю, и мне с них работать удобнее. Потом, это еще зависит, во сколько нити я вяжу. Если я вяжу в одну нить изделие, то я, возможно, даже ту же Alize Lana Gold буду вязать от мотка, но при этом брать нитку от центра. А если я вяжу в две нити, то обязательно я буду перематывать и брать нитки, либо с двух мотков, с центра тоже, перемотанную тоже с центра беру, либо с одного мотка, ну, сначала и с конца. Вот так вот. То есть не всегда, не всю пряжу я перематываю. Перематываю. Вот, например, пряжу, ну, вот из последних, да, Gazal Baby Wool я не перематывала. Вот такой вот вид клубочков, или вот эту новую, которую я купила в коробочке, показывала вам в прошлом видео, от Siam Carmen, я ее тоже не буду перематывать. Вот эти клубочки мне нравятся, работать с ними нравится. Они не прыгают, когда вы вяжете. Они как-то более стабильно, что ли, себя ведут. Вот, поэтому все зависит от того, какой конфигурации моток. Ольга, Ольга. Здравствуйте, Ольга, Ольга. Вы как-то сказали, что любите вискозу. Расскажите, пожалуйста, про особенности вязания с вискозой. Спасибо. Спасибо, Ольга, за вопрос. Я люблю вискозу. Я люблю вискозу и в чистом виде. Я люблю вискозу в смесовках разных. И, да, очень люблю вискозу. Особенности вязания. Особенности вязания у нее много. Но зависят они все-таки. Вискоза, вискозе рознь. Во-первых, какой процент вискозы содержится в вашей ниточке. Если вискозы больше, скажем, 50%, то, скорее всего, когда вы будете носить это изделие, оно будет под вашим... Оно будет очень тяжелое. То есть пряжа такая тяжелая. Она очень струящаяся. Вы ее хоть гипер-уверсайз свяжите, когда вы ее наденете на себя. Она будет красиво подчеркивать фигуру. Ну, может быть, некрасиво, если есть что скрыть. Не знаю. Но мне нравится. Мне есть что скрыть, но мне нравится, как вискоз на мне смотрится. Возможно, это красота в глазах смотрящего. Может быть, это я себя так оцениваю. Но мне нравится вискоз. Потом, если в смесовках, как правило, это бобинные смесовки, вискозы мало, то на нее вообще не стоит обращать внимание. Она там добавлена для... Например, для того, чтобы стабилизировать альпаку. Вот, опять-таки, вернемся к моей последней пряже, которую я покупала. Это Сиам Кармен. Это пряжа. Там получается 30, по-моему, процентов суры альпака и 70 процентов вискозы. То есть, вискозы очень много. Я вчера связала образец и постирала его. Сегодня утром уже перед работой я его постирала и положила сушиться. И вы знаете, каково было мое удивление? Обычно вискоза после намокания, она становится прям дуб-дубом. Она такая жесткая, она такая грубая. То есть, когда вы сушите изделие из вискозы, оно становится как очень жесткое. Потом, когда оно высыхает, вы его надеваете, и оно снова под вашим теплом, оно становится такое же мягкое, классное, струящееся. Все. Вот это есть. Но вот эта вот пряжа Кармен, хотя там 70 процентов вискозы, 70, это очень много, и 30 альпаки всего. И я его постирала. Оно как было мягким, так и осталось мягким. В мокром состоянии вот та вискоза мягкая. Пока я не знаю, с чем это связано. Я очень удивилась. Для меня это вообще приятность. То есть, это минус у вискозы, то, что она дубеет при намыкании. А здесь, этой дубости, вот нет, как таковой. Не могу понять, почему. То есть, да. Еще при вязании с вискозой обязательно нужно вязать большой образец. Большой. Если вы вяжете изделие с рукавами, и рукав у вас идет снизу вверх, я бы связала после образца первым делом рукав, хотя бы один. Постирала его, примерила и посмотрела. Это первое. Второе. При вязании из большого процента вискозы я предпочитаю изделие вязать сантиметров на 10 короче, чем мне нужно по итогу. Потому что вы даже это наденете, это изделие, и буквально через полчаса оно вытянется у вас как минимум на 10 сантиметров в длину. Поэтому, если вы любите носить, например, изделие 55 сантиметров, я бы его вязала 45. Поверьте, вытянется. Если вы его не будете делать в обтяжку. Ну, в вискозу в обтяжку зачем? Я вообще смысла не вижу. Ее нужно всегда делать объемную вещь, изделие из вискозы объемным. Потому что оно все равно будет стремиться вниз. Так, еще. Когда вы вяжете из большого процента, из составов с большим процентом вискозы, я вам рекомендую вязать очень туго. То есть, спицы брать самые тонкие, которые вы можете использовать. Я понимаю, конечно, если у вас пряжа будет 100 метров в 100 граммах, вы не возьмете полтора миллиметра и не будете клупать этими спичками вот это вот полотно. То есть, вы будете подбирать по пряже, по нитке. Но если вот здесь, посмотрите, у меня нитка вот такая тоненькая, вот видите, да? У меня спицы достаточно толстые для этой нитки. Вот если бы это была вискоза, вот у меня сейчас спицы 4 миллиметра, а если бы вот у меня была вискоза такой толщины, то у меня спицы были бы максимально 3,5 миллиметра. 3 миллиметра. То есть, тоньше, чем вот эти. Это полотно у меня разбухает в процессе стирки, а вискоза, если я ее свяжу вот так же рыхло, как здесь, она у меня в процессе вытягивается. Вниз в процессе носки будет еще больше. Петли будут вытягиваться, она же скользкая очень, со скоростью света. Поэтому, вот. Итак, подытожим. При вязании из вискозы делаем большой образец, очень большой, сантиметров 50 на 50, чтобы понять, как она себя ведет. Берем спицы наименьшего из возможных размеров и вяжем изделие сантиметров на 10 короче, чем нам надо. Ну и тем, естественно, если вы будете вязать платье в пол, там можно и на 30 сантиметров его короче связать, потому что все 30 вытянутся. Это все-таки тоже зависит. Либо вы топ свяжете, здесь, может быть, и не стоит короче на 10 сантиметров делать, да, либо вы свяжете пулловер по попу, скажем, там стоит покороче связать. Ну, а если платье, там еще короче надо будет вязать, чем вы планируете носить. Потому что смотреть, как вытягивается пряжа. Вот. Ну, мне нравится. Я люблю замороченные составы, я люблю замороченную пряжу, я люблю неоднозначную пряжу, с которой нужно повозиться, но которая дает вот такие вот шикарные, шикарные, повторюсь, шикарный результат. Вот. В общем, люблю вискозу очень. И я считаю вискозу натуральным сырьем. Вы сейчас, оно делается из дерева, там дерево, как бы, можно сказать, опилки какие-то, да, в общем, стружка или еще что-то, это все в воде намыкает, разбухает, становится непонятно чем, и потом из этого вот делают пряжу. Но я считаю, кто-то считает это искусственно, потому что это химическим способом дальше все делается, кто-то считает это натуральным, я считаю это натуральным составом. У меня есть две футболки, связанные из вискозы. В обеих футболках мне летом не жарко, зимой не холодно. Терморегуляция замечательная в этих футболках. У меня никогда, я никогда в них не потею. То есть, влагу удаляет тоже классно. В общем, пользуйтесь, пользуйтесь, экспериментируйте, не бойтесь. Не бойтесь никакой пряжи, только ваше личное мнение составляйте. Татьяна Крупина. Ольга, добрый день. Добрый день, Татьяна. А вы меняете номер спиц при вязании рукавов к изделию? Слышала об этом методе, но не могу понять. при вязании рукавов к изделию. То есть, я понимаю это так. Вы сейчас говорите, наверное, когда вы вяжете, сейчас я вам опять нарисую, скорее всего, это, ну вот как-то вот так нарисуем, да? вот как-то так. Вот как-то так. Вы вяжете регланом, скорее всего, в круговую. Вот вы провязали досюда, и дальше вы в круговую вяжете ваше изделие внизу, оно достаточно широкое, и ваше изделие, рукав, тоже в круговую вы вяжете, оно достаточно узкой формы, да? Намного уже, чем здесь. И у людей, у некоторых, при вязании тем же номером спиц, например, вот они, что основное полотно вяжут, и они начинают вязать рукава, и у них вот это вязание мелких частей по плотности бывает другим, например, туже или слабее, да? Тогда люди меняют номер спиц на больше или меньше, в зависимости от того, насколько у них туже становится плотность. Вот, я ничего не меняю, я все вяжу одними спицами, я и пальчик на варежке вяжу одними спицами, у меня плотность от того, большое я изделие вяжу или маленькое, не меняется, я научилась регулировать плотность свою, ну, во-первых, я вяжу туго по спице, у меня плотность соответствует номеру спиц, ни больше, ни меньше, видите, у меня вот как туго, у меня же петли не слетают, вот, я трясу, а у меня петли держатся, вот, она только-только подползла еще, сколько я трясла вам тут, вот, а есть люди, которые вяжут слабо, вот, когда люди вяжут слабо, чаще они не могут уловить свою плотность при вязании изделия круговую, на больших размерах, ну, в смысле, на объем груди, и на объем рукава у них получается совсем другая плотность, тогда они прибегают к тому, что меняют спицы, вот, ну, я думаю, что я вам понятно объяснила, такую, вот, для этого это делается, если я правильно поняла ваш вопрос, я не меняю, вяжу все на одних спицах, Людмила, 29, здравствуйте, Ольга, Людмила, добрый день, уже много раз слышу, что бобинные пряжи дешевле моточной, ну, не знаю, может, в России дешевле, но у нас в Казахстане наоборот, Людмила, я тоже раньше так думала, когда я не сталкивалась с бобинной пряжей, все мне говорили, что бобинные пряжи это дешевле, я у виска крутила, говорю, ну, что, совершенно ненормальные, что ли, ну, что, они не видят, сколько стоят бобинные пряжи, сколько моточные, и буквально 3 года назад я сама могла так же, как и вы, вот так рассуждать, но, мне все-таки было интересно, не могут же люди ошибаться так, и много людей, и для меня эти люди, которые, я их считаю грамотными в вязании, они ошибаться не могут, ну, думаю, попробую и я, во-первых, хочу вам сказать, что бобинная пряжа, бобинные розни, есть бобинная пряжа, очень дорогая, она там и 15 тысяч 100 грамм стоит, есть такая, то есть, есть бобинная пряжа, дорогая, я бобинную пряжу покупаю, стоковую, стоковая бобинная пряжа, это бобинная пряжа итальянская, ну, как правило, Италия там, ну, не только, есть и Франция, по-моему, Испания, и Китай, причем, в Китае очень хорошего качества есть пряжа бобинная, ну, как правило, это Италия, и сток, это означает то, что она на огромных, огромных распродажах продается, и наши девчонки ее оттуда урывают и вот продают ее нам, соответственно, ну, конечно, есть накрутка на собственный бизнес, это другу понятно, но, вот смотрите, еще раз повторюсь, вот моя пряжа, вот это бобинная пряжа, огромный, огромный, ну, это полуплед, полуплед, у меня больше, у меня, наверное, полтора сантиметра вот это вот изделие в ширину и в длину сантиметров 60, ну, представляете, какое это изделие, да, у меня ушло 310 грамм пряжи в две нити, бобинная, 310, покупала я ее по 262 рубля, 100 грамм, у меня 812 рублей, по-моему, ну, 800 плюс-минус, 812, по-моему, рублей ушло на пряжу для вязания вот такого изделия, а вот теперь мне скажите, возьмем, ну, для меня бюджетная пряжа это Alize Lanagold, Alize Lanagold у нас в магазине стоит 260 рублей моток, на вязание такого кардигана мне понадобилось бы как минимум 7 мотков, это будет 1400, даже больше, да, по деньгам, ну, вот я вам, вот-вот пример, вот наглядный, вот, пожалуйста, смотрите, дешевле, дешевле, а по качеству, вы же с Lanagold вот эту пряжу вообще не сравните, она совсем другая, эту пряжу снимать не хочется, Lanagold хорошая пряжа, я ее люблю, но эта пряжа лучше, в разы лучше, то есть мы получаем лучше качество, дешевле, чем качество хуже, но моточное, понимаете, о чем я? поэтому здесь нужно смотреть на то, какой расход будет на изделие, например, вот сейчас я взяла моточную пряжу от Siam Carmen, она стоит с моей скидкой в магазине пряжа.su, с моей скидкой она стоит 470 рублей, я взяла 8 мотков, 407 умножаем на 8, получается на 3760 рублей, я думаю, что там выйдет одно изделие, это 400 грамм, из этого состава я планирую связать одно изделие, но посмотрим, сколько это будет, сейчас я взяла бобинную пряжу, очень дорогую, она стоит, для меня, это все сравнительно, для меня на данный момент времени это очень дорогая пряжа, она стоит, по-моему, 1650 рублей 100 грамм, я взяла 150 грамм, и у меня получится паутинка, невероятно шикарного качества, ну да, паутинка, это будет другое изделие, но оно будет по себестоимости где-то 2800, дешевле? Дешевле, но да, если сравнивать, например, вот эту вот махерно-шелки, который 1650 рублей, с Ализе Кидроял, то, скорее всего, да, Ализе Кидроял будет подешевле, но качество вы не сравнивайте, то там махер на, на полиамиде, по-моему, да, махер на чем-то, это Ализе Кидмохер, и вот эта вот пряжа махер на шелке, это небо и земля, я считаю, что здесь выигрывается качество, а если взять нитки с одинаковым качеством, это вообще будет пропасть по цене, поэтому анализируйте вот таким образом, находите свои магазины с пряжей, я думаю, что с Казахстаном работают очень много российских магазинов, вы запросто можете бобинную пряжу купить и у нас в России, и доставка к вам в Казахстан будет, единственное, что, когда мы покупаем бобинки, нужно помнить, что доставка в наш город тоже будет составлять какие-то деньги, поэтому я считаю, что лучше заказывать пряжу все-таки от трех с половиной тысяч, чтобы, ну, или от несколько бобинок, чтобы вот эти вот транспортные расходы как бы разделились на несколько бобинок, и это было бы повыгоднее, то есть я сначала в корзину кладу, кладу к себе составы, и потом, когда у меня появляются деньги, я решаю себе сделать подарок, или кто-то мне собирается сделать подарок, то я, вот, например, вот этот вот подарок мне на день рождения, это вместо букета роз, вместо букета цветов, мне муж сказал, выбирай себе бобинки, я думаю, тебе будет приятнее их получить, конечно, в разы, поэтому я выбрала себе бобинки, и вот связала себе изделие, это просто вместо букета цветов, поэтому здесь я с вами не соглашусь, мне не важно, где вы находитесь, в какой стране, я думаю, что здесь весь смысл, что бобинная пряжа будет дешевле, но еще раз повторюсь, смотрите, те магазины, которые торгуют стоковой бобинной пряжей, есть магазины, которые торгуют регулярной пряжей, которая постоянно в наличии есть, она, конечно, будет, наверное, подороже, я с таким не сталкивалась, я работаю все-таки со стоковыми пряжами, с магазинами, которые торгуют стоковой пряжей. Нина, добрый день, Нина, добрый день, Ольга, интересная рубрика, и советы тоже, некоторые знала еще из детства, про сушку шапки на банках, а много других взяла на заметку, но и у меня наболевший вопрос, или вы, или кто-то из ваших зрителей подскажет, как бороться с растянутой кромочной петлей, чтобы не обрабатывать дополнительно пройму или вырез горловины, например, на летнем топике. Буду очень признательна за советы. Вот смотрите, у меня, вот, здесь всегда тоже были проблемы, вот эта крайняя петля, вернее, вот кромочная, а рядом с ней всегда у меня была очень рыхлая, и некрасиво смотрелась лицевая гладь здесь, в этом месте. выход оказался прост, я его нашла, ну, по-моему, месяца два назад, что ли, три или назад, я как-то уже говорила в одном из перерывчиков, всю жизнь меня учили вязать наша учительница по, да и бабушка также, и учительница по, ну, в кружок вязания я ходила, в третьем классе, по-моему, и вот она всегда учила кромочную вязать изнаночной петлей, и я по жизни, я даже это вот никогда не подвергала сомнению, а здесь я поняла, что если кромочную последнюю вязать лицевой петлей, а не изнаночной, и потом в следующем ряду эту лицевую петлю снимать нить перед работой, вот так, и мы ее снимаем как изнаночную, вот, просто, ну, просто снимаем, и следующие несколько петель мы вяжем, вот, как правило, изнаночные, по изнаночной стороне, изнаночные петли, мы вяжем не стандартным способом для нас, а непривычным, например, смотрите, если вы вяжете классическим способом, то первые 3 изнаночных петли после кромочной провяжите бабушкиным методом, вот, видите, у меня они вот провязаны, вот как раз 2 петли, вот эти кромочные, потом 2 петли, не 3 я взяла, но я иногда и 3 провязываю, иногда 5 могу провязать, ну, 2-3 петли провязываем бабушкиным методом, если вы вяжете бабушкиными петлями, то, соответственно, первые изнаночные петли провяжите классическим способом, несколько петель, это заметно затягивает ваш вот этот край, и край становится очень красивым, я такая счастливая, что я нашла этот метод, теперь у меня все края изделия красивые, вот, поэтому, вот так вот я отвечу на ваш вопрос, так, мои дорогие друзья, у меня перерывчик подходит к концу, я либо дома закончу отвечать на ваши вопросы, а я даже еще и на половину не ответила, либо завтра посмотрим, посмотрим, как пойдет, хорошо? Ну, все, мои дорогие, пока я с вами временно прощаюсь, а то сейчас уже придут девчонки. Ну, что, мои дорогие друзья, сегодня новый день, все та же кофточка, правда, внизу футболочка хлопчата бумажная, нет, хлопок с вискозой, по-моему, ну, не суть, в общем, продолжаем разговор. Итак, продолжим. Следующий вопрос от Вината 200, Наталья, так сказать. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Наталья. У меня вопрос к вам. Проблемная пряжа. Она только после первой стирки меняет свои размеры? Или такое может быть и при дальнейших стирках? Понятно, что не в таких размерах, но все-таки. И я ответила Наташу, что будем разбираться в перерывчике, и Наташа написала, что да, давайте разбираться. Вот был у меня такой случай. Купила целую бобину пряжи, производителя не записала, понадеялась на память. А время прошло, и я забыла. Красивенный цвет нежной сирени, 1500 метров в 100 граммах, состав 75... Красивенный цвет нежной сирени, 1500 метров в 100 граммах, состав 75% шерсть, 25% акрил. Насочный такой состав. Связала себе пуловер. Маме понравился, связала и ей. Вязала крючком в 3 нити. Вот номер крючка 3 или 4 не помню, но это китайские номера, немного маломерят. Я еще до стирки пару раз одела, а мама сразу постирала свой. Он немного сел, хотя я вязала образец, в размерах он мне менялся совсем чуть-чуть. После второй стирки сел еще. Свобода облегания была, небольшая, но была. После третьей стирки стал в облипочку. Я бы не сказала, что он свалялся, но какой-то забитый стал. В облипочку я не ношу, так и лежит. Выкинуть жалко, столько труда вложено. Да, стираю только в шампуне для волос. Наталья, вы сами ответили на свой вопрос. Пряжа в течение нескольких стирок может меняться. Но для меня это, конечно, нонсенс. Я бы сказала так, что пряжа не меняется. То есть вы первый раз ее постирали, или отпарили, или постирали. Для разной пряжи разная. Вот она как стала у вас, какого размера. И если дальше проводить то же самое ВТО, но от тех же режимов, теми же условиями, ничего с пряжей не случается. Во всяком случае, у меня такого не было, чтобы пряжа у меня там тянулась, 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 тянулась. Или там сужалась, 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 сужалась. Вы пишите, что у вас в составе 75 шерсти, 25 акрил. И получается, я чисто по теории сейчас размышляю, я могу ошибаться. Но мне кажется, что раз это шерстяной состав, и такое ощущение, что у вас разница в температурах была между стиркой и плосканием. Вот такое бывает, и изделие будет валяться, валяться, валяться. Но это сваливание. Вот вы же сами говорите, вы пишите, что я бы не сказала, что он свалялся, но какой-то забитый стал. Вот какой-то забитый, мне кажется, это и есть сваленный. Он стягивается, стягивается и стягивается. Шерсть, любая шерсть, собачья, овечья, я не знаю, чья козья, кого мы еще там придем-то, собаку, овцу, козу, кролика, неважно кого, да. То есть шерсть, она, если вы стираете в прохладной воде 30 градусов, в воде, в которой вы ребенка бы, новорожденного, купать не стали, она бы для него холодной была. Вот в такой воде, если вы стираете шерсть, с ней ничего не будет. Если ее не выкручивать, не отжимать, а просто спокойненько вот так отжать и разложить. И хоть 50 стирок делайте, у вас изделие должно сохранить первоначальную, первоначальную длину, ширину и прочее. Ну, как после первой стирки. А раз вы пишете, что у вас оно постоянно сжимается, мне кажется, вы стираете в более теплой воде, отжимаете, ой, ополоскаете в более холодной. Или наоборот, не знаю, но такого не может быть при постоянной стирке в холодной, условно холодной воде, прохладной воде и по правилам отжатой, и по правилам прополосканной вещи. Мне кажется, здесь все-таки погрешности в проведении влажно-тепловой обработки были. Я могу ошибаться, Наталья? Не являюсь истинной в последней инстанции. Сама постоянно развиваюсь. Но мое мнение такое. Спасибо, Наталья, за вопрос. Вопрос был очень хороший. Но вот вискоза ведет себя, да, вы ее носите, она у вас тянется, тянется, тянется вот так вот. То есть можете домой вместо кофты в платье прийти. А потом вы ее постирали, она опять сжег, села как надо, и снова, когда носите, она вытягивается при носке. Ну, чтобы 75% шерсти постоянно подсаживалось от правильной стирки, правильного ВТО, это я первый раз слышу, честно. Не могу сказать, почему. Ольга Немгурова. Оля, добрый день. Добрый день, Ольга. А покажите, пожалуйста, как вы закрываете петли по краю резинки. Каким способом? Заранее благодарю. Ольга, ну здесь показывать, в принципе, нечего. Петли по краю резинки я закрываю многими способами, в зависимости от настроения, от, вообще, от процесса. Я возьму вязание в руки, а то что-то я без вязания сегодня сижу. То же самое у меня, я сегодня принесла. Снова процессик этот, надо довязать. По краю резинки. По краю какой резинки? Где? На горловине, на рукавах, внизу и вообще. То есть я стараюсь, но не всегда, не всегда, бывают исключения из этого правила. Но я стараюсь придерживаться такого правила. Как у меня набрано изделие, если я вот вязала сверху вниз и набирала здесь обычным набором, длинный хвост, то и закрытие у меня обычное. Это не протяжка. Протяжка это когда вы снимаете петлю две вместе, опять снимаете две вместе, снимаете две вместе. А я резинку вот здесь закрываю, например, ну на горловине сейчас покажу, чтобы не тащить вам низ изделия. Лицевую провязываю, следующую изнаночную провязываю, протягиваю через лицевую изнаночную. Следующую у меня по рапорту идет лицевая, лицевую провязываю, протягиваю ее через первую петлю. То есть протяжка с провязыванием, вот так вот я ее назову. То есть если я начинала изделие с помощью длинный хвост, то и закрываю изделие так. Если я начинала изделие методом итальянского набора, не лимитация фабричного набора, то я и закрывать буду. Ряда 2-3 полые резинки свяжу и потом сделаю закрытие иглой. Если резинка 2х2, то там будет либо тоже так же закрытие протяжкой или закрытие протяжкой с провязыванием петель, как я сейчас придумала название. Или это было бы тоже закрытие с переходом на резинку 1х1, потом полой резинкой и потом закрытие иглой. Вот эти три способа у меня идут как бы в стандартных. Больше всего мне нравится закрывать, вернее, наверное, вот так вот, если провести анализ, то чаще всего я закрываю методом вот этим новым придуманным названием, что закрытие протяжкой с провязыванием петель. Вот так вот. Это чаще всего мое закрытие такое будет. Оно у меня и тут вот на рукавах такое закрытие. То есть рисунок продолжается и все. Вот оно не протяжкой закрыто, а с помощью провязывания петель. То же самое итальянский набор мне нравится не на всех изделиях. Для меня его делать не сложно. О том, может быть, многие думают, вернее, не только думают, а пишут мне, что для меня сложно, я иду легким путем. Абсолютно нет. Я никогда не иду легким путем. Что касается вязания, это, по-моему, вы уже заметили, что я люблю замороченную пряжу, я люблю заморочки в вязании, хотя вяжу чаще лицевой гладью, ну, потому что сейчас это актуально. И мне это нравится, и мне это подходит. Вот. Видите, у меня кругом сейчас лицевая гладь. От узоров я, честно говоря, устала. Наверное, устала еще в 90-е, когда мы их вязали очень много и очень... Ну да, тогда они мне очень нравились. А сейчас я как-то редко узоры какие вставляю к себе в изделие. Последний год, я вообще даже не помню, чтобы я узором вязала. Да, наверное, последнее это было платье в пол, связанное узором, да? Ну, вопрос был не о том, но я уже ушла. Ольга, спасибо большое за вопрос, я думаю, я вам понятно объяснила. Ну и заключительный вопрос на сегодня. Людмила Лебедева. Здравствуйте, Людмила. Вопрос у меня для вязального перерывчика. У меня вязаные носки со временем растягиваются в ширину, а я люблю, когда они сидят плотненько-плотненько. Пряжа Ализе Супервош, они тоненькие, вяжу на 2,5. Может быть, конечно, надо на двоечки, но уж больно они тоненькие. Что делать, как их усадить? И еще в вашем видео услышала про вашу борьбу с молью, как вы ее победили или победы нет, только временные перемирия. У меня пока живность не завела, но очень этого боюсь. Ведь легче предупредить, чем потом мучиться. Да, наверное, легче предупредить, чем мучиться. Я свою моль занесла с чужой шерстью для придения. Мне дали шерсть, чтобы я ее спряла, а там была моль. Я этого не увидела сразу, постирала шерсть, и она у меня оттуда вылетела. И все. И она спряталась, и потом начала разбираться. Как вы знаете, ее не сразу заметно становится, а спустя какое-то время я ее нашла в носочках у себя. Поймала там, начала кардинальность борьбу с этим делом, очень много выкинула. Пряжу выкинула, потому что, хотя пряжа была очень шикарной, но я побоялась, потому что увидела, что в пряжу, вот в эту, которую я пряла, причем мою пряжу, то есть не там, где лежала вот эта чужая пряжа, которую я пряла, а мою, которую я пряла. Ну, видать, она понюхала, нашла ее, или не знаю почему, но, в общем, так получилось, что мне пришлось эту пряжу тоже выкинуть, потому что там я увидела личинку, или следы моли, так сказать, да, вот этот вот, вот эти мелкие шарики, вы понимаете меня. И все, я все выкинула, разложила везде антимоль, у меня по всей квартире антимоль, у меня паника, истерика, боюсь, чтобы на пряжу, на обычную это не перешло, поэтому, но время от времени, вы знаете, я вижу летающую моль, я не вижу больше следов ее, я не вижу, где она живет, то есть у меня теперь все чисто, у меня ничего не естся молью, что уже поелось, то поелось, но где-то, похоже, она живет, потому что нет-нет, я вижу, летит моль, тут же ее, конечно, стреляю, но я не знаю ее место жительства. Нет у меня ее в вещах, но где-то, похоже, она есть. Все везде у меня в антимоле, абсолютно, поэтому, не знаю, временно это перемирили или как, или она где-то меня взорвет, все-таки я увижу, где она живет. Но я думаю, что если бы она где-то жила, ее бы было очень много, а так она у меня появляется, ну, где-то, скажем, раз в три месяца, в два месяца раз, вот, то есть, хоп, где-нибудь летающую увидела, тут же ее уничтожаю. Не знаю, что это, откуда она берется, понятия не имею. Ну, в общем, вот. Насчет носочков. Вы вяжете на 2,5. Да, я считаю, что нужно на двоечки. Вы пишете, ну, они такие тогда тоненькие, ну, у вас пряжа такая тоненькая, что вы хотите? Если вам не нравятся такие тоненькие носочки, тогда, ну, возьмите пряжу потолще. А если у вас супервош 420 на 100, и вы хотите, чтобы они очень сильно обтягивали ножку, ну, вяжите на двоечки, это первое. А второе, берите меньше петель, если вы хотите вязать на 2,5, ну, чтобы они плотно сидели на ноге. Например, вы вязали на 60 петель, они у вас сидят свободненько, в следующий раз вяжите на 56 или на 52 петли, набирайте. Просто набирайте меньшее количество петель, если вы видите, что они не плотно сидят. Вот это единственное решение снизить. Вот у вас изделие вот такое сидит на вас слабенько. Что мы делаем? Правильно, мы убавляем ширину изделия. Каким образом мы можем убавить ширину изделия? Либо перейти на спицы потоньше, но если нам нравится то полотно по фактуре, какое получается, тогда мы снижаем количество петель. Все, здесь два варианта, либо то, либо то. Но единственное верное решение снизить ширину изделия каким-то образом. Ну вот, большое спасибо вам за вопрос, Людмила, и вообще всем, мои дорогие друзья, огромное спасибо за вопросы. Я ответила на сегодняшний день на все вопросы, поступившие от вас. Если вдруг я не ответила, может быть, я ошиблась при распечатывании или еще что-то, девочки, пожалуйста, повторите вопрос. Не обижайтесь, это не со зла, это не от того, что я не хочу отвечать на ваши вопросы, а просто я, значит, ну как-то вот, по стечению обстоятельств я его не распечатала, либо я его вообще даже не увидела. Потому что иногда я вижу, что есть сообщение, и вдруг мне пишет YouTube, что сообщение закрыто. Ну вот какое-то там сообщение от какого-то автора написано. Извините, это сообщение больше недоступно. Либо вы его сами удалили, либо оно куда-то там у меня исчезло, почему-то его кто-то посчитал неправильным. Но не я, не я. Вот, поэтому если я вам не поставила сердечко, не поставила лайк, а я на 100% сообщений ставлю лайк и сердечки, отвечаю я на все 100% сообщений, если я на ваши сообщения не ответила, не поставила лайк, значит, я его не увидела. Это такое у меня правило, отвечать на все сообщения, которые мне поступают. Вот, мои дорогие друзья, у меня теперь еще целая куча от вас советов осталось. И я в ближайшее время советы зрителей моих, эту новую рубрику, которая вам тоже очень понравилась, буду продолжать. Советы рубрика выйдет. Ну а сегодня я хочу с вами попрощаться, пожелать вам творческого вдохновения, такого, как у меня. Сейчас вот она у меня летит, и я боюсь, я не боюсь, вернее, я приняла решение, я, наверное, буду начинать те процессы, которые я хочу и которые я вижу, чтобы мне его не потерять, это творческое вдохновение. Потому что я замечаю за собой, что я вдохновилась, я связала образец, я все рассчитала, и у меня на этапе расчетов изделие лежит. Вот то же самое сейчас с моим изумрудным, изумрудным, а кто это? Наверное, с изумрудной футболкой вот такое дело обстоит. У меня все рассчитано, только возьми спицы, иначе не вязать. Но у меня вот почему-то не начинается. Поэтому, наверное, я приму решение и буду начинать все свои процессы. Так вот, мои дорогие друзья, я вам желаю такого же творческого вдохновения, чтобы оно вас не покидало, чтобы вы не забывали те процессы, которые вы хотите начать. А срочно ведите и начинайте. Пусть они лучше будут в недовязых, чем в ваших мыслях, потому что в ваших мыслях они могут остыть, а в недовязых вы будете его вязать. Вот. Мирного неба над землей у всех, у всех, у всей планеты. Здоровья, большого здоровья. Сейчас время зимы, снова время всяких разных простудных заболеваний, поэтому берегите себя, будьте в хорошем настроении. Я вас уверяю, если у вас будет хорошее настроение, несмотря ни на что, любые жизненные невзгоды, то вас не возьмет никакая простуда. Это я вас уверяю в этом. Поэтому, мои хорошие друзья, хорошего всем настроения. Ну все, я с вами прощаюсь. Пока-пока и скоро встретимся.